В 2015 году Таллинн готовится принять чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Строительство нового ледового холла началось летом. За прошедшие месяцы строители проделали огромную работу, и фигуристы, прошедшие жесткий олимпийский отбор, не только поведали о своих планах, но и демонстрировали свое мастерство на специально залитом льду. Некогда запущенный пустырь Тонди Раба-Властаме может скоро в времени стать спортивным центром всей столицы. Уже идет подготовка к строительству площадки для игры в гольф. Строительство ледового дворца должно завершиться к лету следующего года. Трибуны будущего холла вместят 5000 зрителей. Главная арена будет многофункциональной. На ней можно будет даже проводить концерты. В холле также построят две тренировочных площадки, три дорожки для керлинга. И это лишь первая очередь спортивного центра. Далее наступит черед бассейна и в завершение гимнастического зала. А для эстонских фигуристов начался ответственный олимпийский сезон. О своих планах они рассказали на пресс-конференции в строящемся ледовом холле. Ей предшествовали показательные выступления наших фигуристов. Причем на настоящем льду, качество которого смогли и оценить члены олимпийской сборной. Вместе с ними выступили и юные фигуристы из школ фигурного катания. Зрители же могли убедиться в том, что строительство идет полным ходом. Право выступления на Олимпийских играх в Сочи, которые состоятся уже в феврале следующего года, завоевали четыре фигуриста. Наши спортсмены оказались заметно успешнее претендентов из Латвии и Финляндии. Из этих двух стран в Сочи не поедет ни одного фигуриста. Эстонию в одиночном катании будут представлять многократно чемпионка страны Елена Глебова и Виктор Романенков. Перед Олимпийскими играми Елена Глебова выйдет на лед еще в нескольких международных соревнованиях, включая чемпионат Европы. Но главный старт сезона, конечно же, в Сочи. На прошлой неделе в Оберсдорфе прошли отборочные соревнования и право поехать на Олимпийские игры также получили Наталья Забияка и Александр Забоев в парном катании. Однако сейчас у Александра российское гражданство. Его ближайшие перспективы зависят от позиции правительства. Сам спортсмен готов связать свое будущее с Эстонией. В Союзе конькобежного спорта обещали в течение ближайших дней подготовить необходимые документы. Но возможности предоставления гражданства Александру Забоеву пока выглядят туманно. Уже в октябре в Таллине пройдут международные соревнования юниоров Таллинкап серии Гран-при. В них привод участия фигуристы из 30 стран мира.